Владимир Будейкин Открыть ферму для посетителей решил не сразу, а через несколько лет, чтобы поддержать бизнес. Начал показывать, как ухаживать за животными, делать сыр, а главное – получать удовольствие от бесхитростного деревенского отдыха. В планах Владимира Будейкина сделать гостевые домики для туристов издалека и превратить фермерскую слободу в агротуристическую территорию. Когда мы пришли на эту территорию, здесь практически вся территория – это была большая несанкционированная свалка. Мои близкие не понимали, зачем я ввязываюсь в эту авантюру. Со временем, чтобы дисциплинировать себя, мне пришлось завести первую живность. Больше сотни маленьких гусят, и вот практически с этого началось. Начался наш процесс, можно сказать, закрепления за этой территорией. Ты уже обязан исполнять свои какие-то обязательства по кормежке, по уборке. Каждый год мы меняли, добавляли каких-то новых пород птиц, кроликов. Все это вызывало какой-то интерес. И если бы, скажем, не один форс-мажор, когда у меня стая бродячих собак уничтожила все наши трехлетние труды, мы бы, наверное, продолжали бы в том формате заниматься. Не рассматривали вариант гостевого приема в наше хозяйство. Со временем, конечно, хотелось и молочное что-то заполучить, потому что дети росли. Это было актуально. Поэтому стали смотреть в сторону каких-то молочных животных. И, конечно, из-за того, что не было опыта хозяйствования, смотрел, конечно, в сторону маленькой живности. Могу сказать, что коза на сегодняшний день это для нас практически основное наше занятие. И мы уже практически пятый год в этом решаем козий вопрос. Ну и вот, конечно, это начинание, оно невозможно было бы без какого-то дополнительного источника, которым для нас стал именно вот этот сельский туризм или агротуризм. В 2017 году мы практически вот на этом месте я принимал первую семью, которая у нас приехала в хозяйство. Это было тоже такой очень интересный опыт. Спустя уже четыре с лишним года могу сказать, что направление, которое мы, скажем так, выбрали, оно было удачно. Оно достаточно гармонично и, безусловно, помогает развивать хозяйство. Летом у нас здесь можно уже наблюдать, как в полях пасутся наши козы. Когда птица выходит на луг, это тоже так достаточно интересно. Ну и у нас достаточно много приезжает людей уже сюда за продукцией. Территория потихонечку начинает оживать, и она точно изменилась. Я бы сказал, что я не типичный пример, с которого стоит копировать бизнес-модель. Хочется получать какого-то правильной жизни. Какая-то гармония должна возникать. И бесконечная гонка за заработком, она, наверное, тоже утомляет. Поэтому здесь, наверное, немножко другая история.